Здравствуйте, меня зовут Марина Карпова. Приглашаю посмотреть коллекцию фиалок. ВТ Колумбиана. Сортик на высоких цветоносах. Хорошо цветет. И с шапочкой. Фантазийник на пестролеснике. Шикарный. И как чемпион. Хорошие такие красные астрочки на пестролесной розеточке. Тоже очень красивое сочетание. Ли Людмила. Сорт может быть не цветет прямо обельно шапкой. Но у него такой приятный оттенок цветка. И на пестролесничке. ПТ Чаровница. Здесь рюшечки прямо на рюшечке сидят. Цветок очень долго держится. Вот здесь даже можно заметить, что вот тут он немножко пожух. Уже третий месяц этот цветок. То есть очень долго держит цветы. Яка морозное утро. Хоть не новинка, но вот эта расцветочка всегда очень любима покупателю. Такая компактная розеточка. Да, и компактная розеточка. Но сейчас она еще только набирает. Тут у нее и путончики есть. Цветет красивой шапочкой. Яка рыжий кот. Огромные цветы. Прям песеный. Макушок такой. Симпатичный. Яка алой маке. Еще не успел распуститься, как следует. Но тоже цветок крупный. На пестролистой розеточке. РМ на гребне волны. Цветок для фиалки крупный. Глубого оттенка. Тоже только в начале цветения. Так у него такая огромная шапочка вот таких васильковых цветочков. Дальше перейдем на среднюю полочку. Ватка готическая элегантность. Цветы только начинают распускаться. Посмотрите, какой контраст. И каемочка, и цветок очень крупный. Ну, прям с отведения. Козы Мононим. Молодая розеточка. Тонко начинает распускаться. То есть у нее будет просто шапка цветов. Это вот для любителей, кто не любит огромные прям розетки. Прям вот это самое оно. Рерубиновый лазер. Тоже из разряда некрупных розеток. Яркие цветы. Прям вот, знаете, красные, можно сказать. На пестролистичке. И белая идет разводы по цветку. В вариабельном таком исполнении. ПТ Калахарский самоцвет. Новинка. Розеточка аккуратная. Само формирующаяся шапочка. То есть не нужно вытаскивать где-то цветоносы. Само все формируется. Леонтарес. Сорт старый. Но у него вот это красный оттенок цветка. Рюш белая. Даже в жаре. Прекрасно выдает. В общем, сорт свой сущей популярностью. Ярко. Энкарис Диана Карамель. Сорт молодая розетка. Поэтому прям вот тут не видно шапки цветов. Но видно, что мокровый с зелененькой рюшечкой. Сорт. Эрес Мерцание. Прекрасный сорт. С фантазийными горошками девами. Хорошая розетка. Формирует тоже шапочку. Беспроблемный сорт. Дальше Эрес Тон Шуа. Ну, здесь рюшка тоже на рюшке. Сорт хоть и старый, но всегда популярный. Хорошо цветет. Долго цветет. На пестролистной розеточке. Эсен вазь цветов. Ну, начинает распускаться. Вот тут еще бутоны и бутоны. Цветок еще будет набираться покрупнее. Приятный оттенок цветка. То есть тоже очень любят покупатели. Элев Дарья. Тоже сорт, который хорошо цветет. Дает шапочку. Замечательная рюш. То есть это редко, когда цветок с такой шикарной рюшью. Таш Эн Де Матрица. Сорт. Розеточка не молодая. Вот только второе цветение. Цветочек фантазийный. Тут такая емочка есть. Иволанистый краешек. Обильное цветение. Эсен Марьюшка. Сорт первый раз выставляется. Селекционер Сорокина. Еще малоизвестный, так скажем так, широкой публике. Но сорта выпускает уже очень достойные. Посмотрите на геолистьеве. Геолистьеве. Смотрите, какая белая, широкая. Шапка цветов. Стоячие цветоносцы. То есть очень, в общем-то... Это он еще, можно сказать, отцветает. А так уже долго цветет. И самое интересное, геолиства красивые. Это, ну, редко такая геолиства. Очень красивая, маленькая, компактная и такая шапка. Энгодюкторе шелье. Ну, тут уже как бы оборвали розеточку. Но, опять же, посмотрите, какая рюша. Тут даже не найдете начало и конец цветка. Все просто ворюшки. Сорт отличный. Ну, розетка тоже молодая. Поэтому нет прям таких жирных, здоровых листиков. Есть цель. Уже даже при первом цветении посмотрите, что. Это просто бомба. Дальше. Вот так крынский подснежник. Цветочек действительно уникальный. Такие чашевитные сами цветочки. Прям вот весенние. Вот весенний цветок. Вот супер папа. Ну, здесь, конечно, размер. Здесь, опять же, розетка, ну, видите, молодая просто. Ну, посмотрите, сколько бутонов. И какой размер цветка. Гигантский просто. Дальше у нас Эрес Бровисима. Фортозийный сорт. Цветет охотно. Цветает быстро. Беспроблемный. Шейн космическая фея. Ну, что тут сказать. Уникальный цветок со своими горошинками. Цветение. Ну, длинноватый цветонос и белые небольшие цветочки. Ну, здесь вся красота только вот в этих листиках. Да. Тут и вот и линии могут появиться, и горошки. Это молодая розетка. Первый цветень. Чем старше растение, тем ярче и больше вот этих горохов. Дальше СВ малиновые сливы. Тоже селекционер молодой. Но потенциал сортов очень хороший. И разнообразные варианты и цветения, и расцвета. Ну, в данном случае, вот малиновый слива. Просто какой-то марганцовочный цвет. На пестролистике. Опять же, судить, это молодая розетка. Тут как бы нет особой шапочки. Ну, вот даже вот эти три цветоноса стоят долго, не трепятся. И цвет. Цвет просто уникальный. Уникальный. Вот такой расцветки я не встречала. Вот это меня просто покорило. Ну, а то, что нет обильного цветения, это молодая розеточка. Так, дальше мы спускаемся ниже. Здесь можно отметить... Скажите, пожалуйста, а вот эти... Здесь можно отметить Гекапурсары Вселенной. Красный сорт, ну, только зацветает, но цветы яркие на пестролистике. Элэф Сапфир. Геллиства. Геллистики. Махровые цветочки. Бутонов много. Шапка есть. Еще можно с геллиствой отметить НК счастья. Этот сорт еще не набрал размеров. Он вообще гигантских размеров. Весь бутонок, все они оттуда вылезают, хотят вылезти. К свету тоже геллиства. И крупный махровый цветок. НК эндорфин. Пестролистая розеточка. Посмотрите, какой красивый букетик. На цветах стоят ровненько. Просто кукол. Сейчас мы переходим к коллекции стриптокарпусов, которые представлены на выставке. Вот, начнем со сорта Матиль. Сорт старый, но, так скажем, сам цветочек уникальный. Вот у него форма цветка очень интересная. И яркий сам цветок, желтенький. И здесь красненькие внутри, как корона, полосочки. Хорошо цветет, зацветает без проблем. Ну, здесь у нас миниатюрный еще сорт. Демзиренька. Очень темный, почистый, темно-синий цвет. Красивый, такой прям бархатный. Да, вот темно-синий цвет, темно-фиолетовый. Они в темном варианте, как бархатные, как бархат смотрятся. И иногда просто как издалека, как черные. Дальше. У нас выдывает волшебный кристалл Вокс. Группные цветы. И фантазийный цветок огромного размера. Смотрите, пожалуйста, веселый. Яркий сорт. Новиночка. ТФМ Хао. Молодая розетка. Посмотрите, какой контраст цветов. Синего с желтым. Очень материал. И плюс еще крафтет. Сорт очень понравился. Вот титан. Цветок огромный. То есть вы можете посмотреть, какой размер с ладонь мою. Цветок огромный. Розетка, правда, тоже крупноватая. Но тут размер, конечно, превыше всего. Дальше. Сурбешный сорт. Титан с рубы. Здесь очень интересная расцветка. По кулупу мы тут вот эти фиолетовые жилы. Они прям так ярко контрастируют. Ну, прям загляденье они сорт. Дальше у нас ЛК Солнечный Топаз. Сорт новинка. Желтый сорт. Такие ячеистые, если посмотрите. Лепестки прям как зоды ячеистые. Воланистый сам цветок. Голубая подложка с обратной стороны. Дальше у нас ДМ Черный Лепедь идет. Рюшистый такой краешек черненький. Переходим МК Сен-Рафаэль. Сорт, который цветет, начиная от детки и бесконечно. У него вообще нет перерывов. Вот он начинает и цветет, цветет. Дает рядышком теленочку. А она тоже начинает цветить. То есть те, кто хочет постоянного цветения. Ну, инфотокольники. Это вот то, что нужно. Дальше ДС-1755. Здесь цветок просто шапирует. Темно-красный. Нижние лепестки, можно сказать, вообще как черные. Очень привлекает взгляд. Эти оттенки редко бывают, поэтому всегда любимые. Здесь вот можно ДС-Лаф ароматный сорт. Ну, тоже там один цветонос, но сорт хороший. ДС-Челсел. Цветет всегда. Тоже хорошо цветет. С шапочкой такой. Вот. Цветы выдает без проблем. Сорт не проблемный. Цветы не надо долго ждать. То есть в этом отношении очень интересный сорт. Плюс расцветка рулетки. Ну, она у нас как-то была... Несколько лет, как бы, эти рулетки у нас не были, так скажем, вот, прям на выставках. Вот Диметрис-селекция. У них сейчас идет много рулеток. Вот одна из них. Здесь вот представленная. Дальше ДС-Лавина. Сорт старый, но белого цвета. Дело в том, что белые расцветки вообще как-то, ну, редко встречаются. А он еще и крупный, и краешек такой рюшистый. То есть тоже среди белых цветковых он молодец. Да и синдига. Ну, здесь темные такие синие цветы. Понизу, можно сказать, просто такой черного окраса. Цветет шапочкой. Так что тоже беспроблемный, хороший сорт. Это жираф. Ну, еще на выставке можно посмотреть. Вот у нас колумей есть. Ну, уникальный в смысле цветка. То есть цветок в форме антенны. То есть вот такого, такого... Чтобы лепестки как ромашки были, такого нету больше сорта. Вот он этим просто красавчик был. Цветет тоже хорошо. Вот он перед выставкой, вот здесь была просто шапка. Но, к сожалению, к выставке она стала спадать. Но все равно на краях здесь бутончики завязываются, завязываются. Так что цвести будет. Ну, вот можно еще сининки показать. Это из семян, синиц. У нас на выставке несколько расцветок представлены. Цветет очень обильно. То есть вообще просто красава. Листики. Нет, я вижу. Листики. А очень много деток.